Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Как всегда, в студии вместе с нами Александр Незлобин, который выплачивает нашим участникам деньги. Всем привет, здравствуйте, ура, хорошо, что вы здесь. Давайте быстрее познакомимся с нашими Несмеянами, ведь именно от них зависит, как распределиться наш сегодняшний банк. Поехали. Здравствуйте, Несмеяна номер один. Наталья, 52 года, кукольный мастер. Для того, чтобы заработать в нашем шоу как можно больше денег, ей нужно сделать себе лицо, как у Пьеро. У меня, если позволите, для вас есть подарок. Сейчас подарки. Ой, спасибо. Ох ты, вот это красота. Это Сергей. Я себя узнал. Это Михаил. Ребята. В эфире шоу «Русские не смеются». А ну догоню, догоню, догоню. О, не уйдешь, не уйдешь. О, не уйдешь. Эй, сейчас нахлобучу. Федор, 24 года, кольятщик. Почувствует ли он сегодня вкус победы, или же ему будет горчить при вкус поражения, зависит от того, насколько он способен сдержать свой смех. Вам, наверное, сейчас непривычно немножечко, да? Все вокруг не в дыму. Видите, картинку четко. Никто не кашляет, да. Никто не кашляет, да. А вы женаты? Нет, нет. Ну не надо, я представляю даже, вот если вдруг у вас будет, не дай бог, конечно, свадьба, кто-то будет кричать «Горько», ты же не целоваться, ты же пойдешь просто кальян менять. Продувать, да, пойдем. Людям «Горько», господи, надо поменять. Горчит, горчит. Луиза, 24 года, нумеролог. Сегодня ее счастливое число 25 тысяч. А вот сколько раз она себя счастливит, зависит уже от выступлений наших участников. У меня вот вопрос как к нумерологу. Есть ли для человека более ценные числа, чем пин-код собственной карточки? Кому как? Конкретно мне. Я родился 12-го, 12-го, 77-го. А вам надо, чтобы я сейчас все ваши тайны рассказала? Ну все не надо. Там надо. Да что узнавать, давайте я вам расскажу все, я знаю все его тайны. Не надо вот эти все. выводы с гастролей делать. Что я там не видел, господи? Руслан, 48 лет, управляющий рестораном. Если сегодня не будет смеяться, то мы дадим нашим комикам книгу жалоб, где они смогут написать все, что о нем думают. Ты знаешь вообще, какие права, какой категории нужны, чтобы управлять рестораном? Чтобы управлять рестораном? Управлять рестораном, это же какая-то... Категория ма. Ма, конфетка? Ну что, мы познакомились с нашими несмеянами. Давайте познакомимся с теми, кто будет нас сегодня смешить нашими комиками. Вот и следующий наш пассажир. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валерий Гуляев, мне 31 год. Я приехал из республики Бурятия, из города Улан-Удэ. Бурятия – это солнечная республика с богатыми обычаями и традициями. Я по профессии почти ветеринар. Я бросил учебу, потому что не мог совместить приятность и полезность, то есть КВН и учебу. Я в Бурятии занимаюсь рекламным бизнесом. Мы снимаем эффективную бурятскую рекламу. Что, нормально? А что не так-то? Нет, давай поговорим, что не так, что не нравится. Опять переснимаем. Я пришёл на проект «Русский не смеются», чтобы получить новый опыт, так как ни разу ранее не выступал один. Валера! Здравствуйте! Здравствуйте! Поддержим Валеру! Давай, хочется, чтобы ты сразу начал, чтобы не портить ничего вначале. Давай! Меня зовут Валера. Прикиньте, реально Валера зовут. Мне 31 год. Прикиньте, реально 31 год. И я из Бурятии. Ну, здесь можете не прикидывать, и так всё понятно, да? Знаете, какой лучший вид экстрима в Бурятии? Лучший вид экстрима в Бурятии — это родиться и жить маленьким человеком в Бурятии. Чтобы вы все понимали, на мне вся моя одежда гипоаллергенная. Детская. Когда я был маленьким, а я был маленьким, я ел больше, чем большие. И не становился большим. Так что не верьте бабушкам, они вас обманывают. Спасибо. Давай, Валера. Валера. Чтобы вы понимали, я очень сильно боюсь собак. Ну, для вас маленькая собака, для меня обычная. Для вас обычная собака, для меня большая. Для вас большая, для меня медведь. И недавно я шел в узком переулке, и как назло передо мной стояла большая собака. Стояла, не шевелилась и смотрела на меня. И как только я начал приближаться к ней, она начала шевелиться и идти в мою сторону. Я начал сразу же оглядываться, искать забор, а забор, как назло, был очень высокий. Ну, для вас обыкновенный. Я шел и думал, назад идти не вариант, потому что до этой собаки я прошел 4 медведя. А в это время собака уже приблизилась и шла за мной. И знаете, что делала? Нюхала мою попу. Ну, в вашем случае, ногу, наверное. И я как начал прыгать в длину. Где-то... У меня где-то в классе восьмом моими словами на физре стали «расчет окончен». И тогда я понял, что силой и кулаками не прорвусь в этом мире. И начал ходить на легкую атлетику. Поэтому я очень хорошо прыгал в длину от хулиганов. Нам, маленьким людям, очень тяжело ориентироваться в большом городе. Например, здесь, в Москве, я уже два раза побывал в Чертаново. Просто час пик, не я решаю, куда мне ехать. Куда толпа, туда и я. Отлично. Какой хороший Валера. Еще в этом мире я ненавижу писсуары. Плевал я на ваши писсуары в прямом и переносном смысле. Когда я в первый раз подрался со своей женой, да, прикиньте, я женат. Я дрался и думал, что я делаю? У нее же нет шансов. Но потом она проснулась, и шансы уравнялись. У меня двое детей, и старший уже в садик ходит. Недавно пошел забирать дочку из садика, нас охрана не выпустила. И мы уже ждали моих родителей. А иногда я еще работаю ведущим на свадьбах. Ну, особенно в тех случаях, когда жених не очень симпатичный. Просто на моем фоне он сразу становится высоким, голубоглазым блондином. А еще я в Брятии работал ветеринаром. Прикиньте, боялся, но работал. И понял, что животные гораздо умнее людей. Например, одна свинья за 6 месяцев воспитывает 12 детей. А мы всем обществом за 22 года не смогли воспитать одного Моргенштерна. У меня все, спасибо. Ребята, ну Валера, вообще классно выступил Валера. Спасибо. Мало? Они говорят мало. Нет, смотрите, смотрите. Тут двоякая ситуация. Смотрите, двоякая. Для нас 25 тысяч это мало, а для тебя может быть много. Или нет? Ну, для Брятии, если честно, мало. Мало? Ну, если бы в Москву вот такие, как мы с тобой все время приезжали, то не говорили бы, что Москва не резиновая, и все такое. Мы поместимся везде, да? Да. Какие компактные, смешные люди. Ребята, я в шоке. Чего не хватило? Ну, здесь были смешные шутки. Скажи, тебе, тебе что? Ты как раз немножко подул такой юморок, бурят. Да не, ну просто реально. Валера приехал к тебе. Знаешь, начинаешь курить, Валера появляется. Бросаешь курить, Валера исчезает. Это же бы классно было бы вообще. А вот Руслану понравилось. Вот Руслан молодец, Руслан поржал. Удивительная ситуация, да? Не смеянные вот так, ну, спокойно. Только один Руслан засмеялся. А в зале вообще был разрыв, да? Вы там они орали тебе. Что понравилось? Я вообще не представляю, как они не смеются над самой иронией. По-моему, это один из лучших. Да кайф, когда человек про себя. Да. Хоть миллионный раз это будет. Конечно. Степ над собой, он лучший среди... Мне кажется, на сегодняшний день мне еще не было смешнее, чем сейчас. Согласен с тобой абсолютно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 5 тысяч рублей пройдите в банк. Поздравляйте. Поздравляйте. Поздравляйте денег. Спасибо. Классное выступление. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Давай. Куда? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю вас. Вы из Ульяновска, да? Из Ульяновска. Из Майны. У вас знаменитый ваш земляк здесь до сих пор зарабатывает, даже вот в лежачем положении. Да. И на нас даже тоже, на земляках. А мы в Ульяновске только лежа. Вы, надеюсь, в более активном каком-то русле выступите. Ну, лежать не будем, да. Все, ребята, давайте. Настоящий, энергичный... Давайте, зажгите зал, парни. Ульяновский юмор. Спасибо. Здравствуйте. Всем привет, привет, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Начинаете. Всем знакомая ситуация. Внук приехал в деревню к деду, чтобы забрать его в город. Собака, шавка соседская, повадилась ко мне в город курей воровать. Я думаю, я это дело так не оставлю. Я взял из старых курячих перьев макет куриный слепил и в город его поставил. А сам с ружьишком сел у крыльца и жду ее. Смотрю, шавка ползет. Я вот так вот прицелился и как бабах соседу в плечо. Говорю, еще раз твоя шавка сюда придет, я тебе башку отстрелю. Здорово, дед. Здорово. Что, опять с телевизором ругаешься? А что, ему мне врать можно, а мне ему нельзя, что ли? Слушай, дела такие. Мы тебе в городе квартиру купили. Давай туда перебирайся. О, не, я в ваши города вообще не поеду, нет. Мне у вас там туалеты не нравятся, я с ободка падаю. В смысле падаю? Ты что, с ногами забираешься? Нет, блин, в заднице сажусь. Дед, ну у тебя там ванна будет. У меня и здесь ванна есть. Кукловод. Ну так там-то у тебя в квартире будет, а не здесь в огороде. Я тебе еще раз говорю, не поеду. Ладно, давай лучше выпьем. Ты только смотри, я меру свою знаю. Когда скажу стоп, тогда стоп. Стоп. Братья у нас, слыхал сельверство, полезли в колхозный огород яблоки воровать. Сторож их увидал, обоих наглухо и стрелил. Чарство небесное. А слыхал у нас, братья сельверство, полезли в колхозный огород яблоки воровать. Сторож их увидал, обоих наглухо и стрелил. Чарство небесное. Братья, братья, селиверствуй. Полезли. Царствуем небесное. А сторож молодец, меткий. А ты что не пьешь? У меня же сегодня праздник. Какой? День сторожа. Не поеду, я тебе говорю, не поеду. У меня потому что здесь, понимаешь, у меня здесь огород. У меня здесь огурцы, во! Кабачки, во! Морковка, во! О, и комплексы у меня, походу. Дед, да какие комплексы? Слушай, а чего у тебя за веники висят? А, это душица, лесов царица. Это чабрец, всех трав, отец. А это? А это конопля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Спасибо. Дед, а это кто такая? А я тебе что, не рассказывал, что ли? Я же бабушку на операцию по омоложению отправил. Да? Да, сам по кассетой сплю. Дед, хорош поясничать. А я тебе говорю, поехали. Не поеду. Слушай, в городе хорошо, там есть рестораны. Не поеду. Там есть кинотеатры. Не поеду. Там есть три бары. Поехали. Э, в смысле поехали? Вот ты меня вообще заговорил. Ты понимаешь, у меня здесь воздух. Я здесь песни сочиняю. Какие песни? Как знал. Коровка щиплет травку, шампунь, щиплет глазки. Сын прокурора щиплет молодую девчонку, а посадит корову и шампунь. Это вот такие песни у тебя? Да, вот такие. Мальчик по имени Люцифер. Никогда не ходил играть во двор. А все потому, что он черт. И имя тут ни при чем. Просто так совпало. Дед, давай завязывай. Ладно, последняя песня. Собачке нужен пес. Кошечке нужен кот. Лошадке нужен конь. Пони нужен понь. Ослу нужна ослиха. Бобру нужна бобриха. Пингвин – пингвиниха. Выхухлю – выхухлиха. Медведю нужна медведица. Муравьеду – муравьедица. Синица – нужен синиц. Кунице – нужен куниц. Лосихе – нужен лось. А по Билану у нас большой вопрос. Дед, завязывай с этими песнями. Поехали в город. Вася, да как ты не понимаешь? Да не нужен мне ваш город. Ну что у вас там? Технологии, вот это все. Мне это все не важно. Мне главное – люди. Ты понимаешь, я вот в деревню вышел утром. Смотрю, Михалыч идет. Я говорю, здорово, Михалыч. Как дела? Тоже меня спрашивают. Людка на почту пошла. Я говорю, пенсию у меня не забудь принести. И самое главное – я утром вышел вот так на крыльцо. Встал и кричу, деревня, доброе утро! Дед, ну в городе тоже есть люди, и ты тоже можешь так делать. Голубь. А все. А все. А все. Ну что, ребята, неплохо? Неплохо рассмешили? Ребята, поздравляю с шикарным выступлением, ребята. Спасибо большое. Эти аплодисменты вам! Спасибо. Очень круто было, и почти. Мы так болели, думаю, ну хоть бы у вас по нумерологии все сошлось-то. Че не сошлось-то? Ну у меня вот родственные вот эти вот все шутки, че-то мне как-то не заходят. Нам нужно стать родственниками, чтобы вы все понимали. Кстати, дед, а че ты через год делаешь? Это не от меня зависит. Ты можешь через год свою бабку опять куда-нибудь отправить? Тут есть вариант. А ты, кстати, так хорошо деда показывал, у тебя в роду дедов не было? Да что-то как-то вот да. Это чувствуется, чувствуется. Ну все, отлично. Я поздравляю вас с шикарным выступлением. Заработали 75 тысяч рублей. Круто. Добирайте деньги. Пройдите в бак. Удачи. Ура. Бери. Это тебе. Поздравляю вас. Спасибо вам. Меня зовут Стив, я из Лондона. Но последние 10 лет я живу в Москве. Сколько такая стоит? 600? Сколько? Грабеж, говорю, маску бы одел. Я озвучиваю всякие штучки, когда кому-то нужен такой чопотный английский язык. Чтобы стать стендапом, надо пройти огромный такой период унижения. Стоишь на сцене в пустой комнате, и никто не смеется, и половина людей даже на твоем языке не говорят. Вот, это хорошо для души, ребята, это хорошо. Привет, Стив. Привет, Саша. How are you? Fine, thank you. Cool. Стив у нас из Лондона, из Великобритании. Если рассмешишь одного из Несмеян, это будет 25 тысяч рублей, где-то 2 фунта. Зависит от того, сколько времени сейчас. И, ну что, мы желаем тебе удачи. Значит, покажем Стиву. Давайте покажем русское гостеприимство. И вперед. Здравствуйте. Как дела? Здравствуйте. Меня зовут Стив. Я наполовину русский, наполовину американец. Так что так получилось, что я сам себе враг. Вот. Ага. Мне часто спрашивают, какая разница между жить в России и жить у нас там. И я всегда говорю, что это все-таки люди, которые просят деньги на улице. Например, у нас там просто сидят рядом с банкоматом и просят деньги за жилье, за еду. Им неудобно, они знают, что стыдно. А в Москве все в открытую. Просто подходят так. Братан, братан, у тебя есть... 43 рубля. Зная точную сумму для райского наслаждения, да? Вот. Все холодильники покрыты магнитиками, да? Мне это очень нравится. Смотришь на холодильник, там Алтай, Питер. Барселона? А, вы были в Барселоне? Нет, это мне подарили. Подарили? Это значит, кто-то поехал в Барселону и подумал, давай я Оксане куплю сувенир, чтобы она всегда помнила, что я была в Барселоне. Да, это вот так вот, да? А что дальше после этого? Смотришь на холодильник и типа, Гриша, козел, когда ты меня повезешь в Барселону? Да? Русские хлопают, да, Саша? Да. Мне очень нравится вот эта мода, когда летом девушки ходят с майками, на которой написано какой-то слоган и что-то рассказывает о них, да? Вот видишь, одну девушку, у нее написано «секси», сексуальное. Я видел, у одной было написано «hot but psycho», это значит «горячая, но сумасшедшая». Нет, я только за, потому что если и моя бывшая жена бы пришла на обои из наших свиданий с майкой, на которой было написано «я тебя уничтожу изнутри», последние несколько лет были бы проще, да? И последнее, мне также очень нравится, как российское государство делает, каждое лето делает анонс такой «так, ребят, у вас была текущая горячая вода целые 50 недель подряд». Пятьдесят. Нам кажется, вам нужно отдохнуть от нее немножко и подумать, насколько великая наша зонтехника, да? У вас есть день космонавтики, а вот это день зонтехника, да? Спасибо. Спасибо. Стив, если ты будешь в Лондоне и рассказывать родственникам, что выиграл на российском телевидении 25 тысяч, не рассказывай, там, валюту не рассказывай. Просто скажешь, 25 тысяч выиграл. Может быть, ты и не хотел выступать? У тебя, не, ну не знаю, может, ты хочешь вернуть свой паспорт? Тебе сказали, так, кто-то взял у тебя паспорт, а вот вернем, говорит, а вот давай, сходи туда, вот нас повеселее, вот мы тебе дадим. Какая ситуация? У тебя вообще какое гражданство? У меня есть, ну, паспорт. Паспорт? Да, есть. Так, это уже как бы... Это уже... Если ты сейчас скажешь, что у тебя есть карта москвича, то вообще бомба. Читай международное уже. Куда хочешь, с картой москвича, там, там, везде. Но если тройка еще есть, то вообще... Тройка? Есть у тебя тройка? Не, я не... Не, вот это? Эх, залетные! В общем, если, если серьезно, мы, конечно, очень благодарны людям, которые, может быть, в нашем менталитете сильно не соображают, но, по крайней мере, пытаются в нем разобраться. Спасибо тебе огромное. Твои два фунта тебя ждут. Спасибо тебе огромное. Пройди в БАМ. Hi, how are you? Нормально? Что, спешемся, да? Здравствуйте. Привет, девчонки. Сразу поднимайте в юмер. Я просто смотрю название. Трио «Друзья Дарьи Краснобрыжей». Да, так и есть. Это существующий персонал. Да, это наша подруга. Четвертая подруга. Она Краснобрыжая? Да, да. Это реальная фамилия. Я думал, что это там типа 11 друзей Ошина. Ремейк такой, да? Ну, хорошо. Желаем вам удачи. Не знаем, чего мы ждем, поэтому мы все в предвкушении. Хорошее выступление. Спасибо. Заходите. Друзья Дарьи, смешно. Здравствуйте. Распишите несмены ваших. Я за вас болею. Давайте, девчонки, друзья, начали. Здравствуйте. Мы из небольшого города Орехово-Зуево. Чтобы вы имели хоть какое-то представление о нашем городе, у нас за 347 наклеек из магазина. Можно купить себе депутатское кресло. Это Аня. Аня обожает компьютерные игры. И даже Симс прошла до конца. А вы знали, что там в конце дарят консультацию с психологом? Когда-то давно я очень сильно расчесала манту, и так появилось поле. Хотите прикол? Поле, а зачем нам бубен? Ну, прикольно же, а зачем бубен, непонятно. Кстати, Аня, хотела спросить, зачем ты всегда носишь с собой зонт? А вдруг мюзикл? Нас объединяет то, что мы ненавидим кабачковую икру, стеклянные двери и Марата Башарова. Для нас идеальный день – это когда Марат объедается кабачковой икры и врезается в стеклянную дверь. Или когда... Или когда он очень хочет икру, но она за стеклянной дверью, в которую он не может ударить. Ну, вы поняли. Главное, чтобы Марат Башаров страдал. Эх, как давно я не видела миниатюры. Ну, это же СТС. Канал возможностей. Давайте покажем. И пока вы думаете, почему в мультфильме «Винни-Пух» «Сова больше медведя», представьте, кроты пытаются побороть страх смерти. Все нормально, мы под землей просто живем. Дед недоумевает. «Да я сам могу помыться! Че вы летите?» Муравей пытается скрыть любовную связь. Ребята, вы че? Ну, какая бобриха. Все учителя любят, когда за ними договаривают. Дети, в 1812 году Наполеон пошел в... Тамара Ивановна, мне кажется, вы что-то не договариваете. Я сплюсь с из руком. Что? Что? День открытых дверей в тюрьме. Да, фиговая была идея. Гей на Мальдивах. Ну, а где мне еще быть? На закрытии магазина приколов. Все! Все! А все наше выступление шло к тому, чтобы продемонстрировать гениальный актерский талант Полины, ее великолепный авторский номер. Итак, представьте, Алла Пугачева сошла с ума. Орликина, Орликина, есть одна награда смерть. СМЕХАЕТСЯ 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 Браво, 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 великолепно. У нас на этом все, спасибо. СМЕХАЕТСЯ Да, девчонки. Нет, но... Я 75 тысяч набубнила. СМЕХАЕТСЯ Девчонки, вы на выигранные деньги можете купить себе еще музыкальных инструментов, разных. Отдай... У нас уже этот смотри-палка, нам нужен новый бубен. Миша, Миша, отдай ей бубен, иначе она в твой ударит. Я понял, понял. Ну, немножко не хватило для того, чтобы взобраться на финансовую пирамиду нашего шоу, но 75 тысяч рублей, это очень круто, мы вас поздравляем. Спасибо. 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 Девчонки, поздравляем. Спасибо большое. Спасибо вам. Удачи. До свидания. До свидания. Пока. О, привет. Такой Макгрегор, который лето у бабушки провел. Нанимал когда. Нет, я занимаюсь... Ну, ждать чего-то необычного. Стендап? Яркая подача, да, стендап, попробуй удивить. Спасибо. Супер, мы желаем тебе удачи. Спасибо. Спасибо. Давай, на встрече стендапик дай нам. Привет, привет всем, ребята. Привет! Ну, удачи. Все, начинай. Так, готовы, да? Так. Добрый вечер, Москва. Привет всем еще раз. Привет, привет. Я часто попадаю в нелепые ситуации, да. Недавно потерял ключ в единственном экземпляре от квартиры. Звоню профессиональному взломщику. Он говорит, простой взлом, полторы тысячи рублей. Приезжает парень, 10 секунд ковыряется, открывает дверь и говорит, с тебя три косаря. Я говорю, ты же сказал, простой взлом полторы тысячи. Он делает так. Было сложно вообще-то. Часто бывают мысли какие-то в жизни. Надо что-то менять. Недавно иду по торговому центру, и такая мысль, надо менять работу. И тут же встречаешь взглядом с водителем детского паровозика. Он смотрит на меня, брат, ничего не меняй, у тебя все хорошо в жизни. Я, спасибо. У меня есть друг, он стал буддистом в 55 лет. Понимаете? 55 лет буддистом. Его недавно задержали на границе за то, что он объяснял таможенникам, что все границы в голове. Тяжело с такими жить. Это страшно. Я в школе часто срывал уроки русского, на что мне русичка говорила такую фразу. Вырастешь, тюрьма по тебе плачет. И она накаркала, я вырос, реально проработал год в колонии строгого режима бухгалтера. Я как бухгалтер отвозил отчеты в банк, а возить меня закрепили зэка без конвойника. Это зэк, который сидит за что-то серьезное, очень долго, и поэтому ему больше всех доверяют. Типа, пофигу, вози бухгалтера. Мне было страшно первое время, он так и сказал, хлопнешь дверью, зарежу. Я месяц открыто ездил, придерживал ребят, понимаете? Погнали как-то в очередной раз. Я хотел попить воды, облился весь, на улице было минус 35. Я говорю, братан, я накину у тебя телогрейку до банка добежать, иначе заболею. Накинул телогрейку, а там все как положено, полосатая, с личным номером. Бегу в банк, и не поверите, через дорогу русичка за хлебом шла. Вы бы видели ее лицо, типа, я тебе говорила, я тебе говорила. Мне было так холодно, я просто пробежал и шепнул ей, ты следующая. А вы в кальяне работаете, да? Я недавно попугая взял из кальяны, он там жил 4 года. Он месяц у меня дым выдыхал в квартире, кумар такой стоял, ходить невозможно было. Мне поначалу страшно было, он 4 года жил в кальяне, я думал, посреди ночи я проснусь от крика, горчит! Это достаточно жутко, жутко. У меня родители любят животных, это от родителей у меня. Родители как-то, когда мне было 15 лет, взяли домой жить котика из приюта. Прекрасный кот, красивый, но у него был дефект, не мой кот. Когда он мяукал, это выглядело вот так, типа. Знаете, как будто ему после клуба хреново с утра. Мы его любили всей семьей, всей семьей. Батя часто его дразнил, Кузя, говори громче, ничего не слышно. Кот старался, у него ничего не получалось. Я как-то приехал к родителям на каникулы. Я не знал то, что у кота прорезались клыки, он научился издавать свой первый звук. Это не было мяу, это было что-то типа... А я такой по природе полусыкло, то есть люблю подраться, но боюсь привидений, чтобы вы понимали. Родители угнали к друзьям с ночевкой, я остался один в большом доме. Думаю, как пережить эту ночь, и слышу на кухне тихий... Я выбегаю в коридор с криком, кто здесь, врубаю свет, садит один кот. Я говорю, Кузя, ты это слышал? Я не знаю, на что я надеялся, кот скажет, да, я это слышал, это я. Звоню бате, говорю, тут какая-то чертовщина, приезжает отец через 20 минут. Первое, что он говорит, у тебя кот в туалет просится, крякает, сидит. А что звонил? Звонил сказать, что у тебя сын дебил, наверное, вот я что звонил. У меня отец уникальный человек. Он недавно, когда мне было 29 лет, он спросил меня, сынок, а у тебя вообще секс-то был когда-нибудь? А мне 29, как бы был, даже пару раз. И на что он сказал замечательную фразу, запомни, сынок, главное, чтобы секс в радость был. То есть, врубаетесь, у меня батя такой опытный, что он занимался сексом в грусть. Типа, за окном дождь, на душе тоска, погнали. Это странно. Я сюда приехал на поезде, ребята, поезд, поезд, это вообще страшная тема. Что стало вот с этими туалетами в поезде? В них страшно заходить. Я не про старые добрые, когда на педальку нажимаешь, все уходит. Я про эти, которые страшно связываться, сразу хочется выйти оттуда, да? И тут годы, 21 век, ничего не меняется, добавили только бегущую строку, что если он занят, написано, что он занят. А она ведь ни разу еще не сработала. Все время находится какой-то парень, который так, написано занят, пойду проверю. И начинает дергать ручку, понимаете? А с другой стороны, это стресс, там не сосредоточиться никак, просто. Мне хочется открыть дверь и заорать. Брата, ногу засосало, помоги! Не смеетесь, да? Красивая борода у вас. Нет! 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 Спасибо! Красавчик! Какой! Какой шикарный контрольный выстрел! Пук! Выстрел в бороду был. Вот эта шутка нужна была этому человеку. Он ждал ее, вот, все твое выступление. Ты посмеялась в шутке про зеков, правильно? Мы нашли твою, как бы, вот, нишу. Да. Да? Это вот твой формат. Вот он. Мне одно было непонятно. Он здесь уже все выстрелило, и он уже туда пошел. Все, тебя поймели, дальше пошли. Что ты хотел? Очень круто сделано выступление. По очереди, бам-бам-бам-бам. Всем, всем всего хватило. Удовольствие есть. А тебе 100 тысяч рублей! Спасибо, народ! Спасибо, ребята! Круто, круто! Все так не взорвал в банк! Красава! Поздравляю! Пожалуйста! Не обижайте! Молодец! Вот, вот, Россиюшка пришла! Ой, здравствуй! Привет, привет! А вот вы, когда домой возвращаетесь, бывает такое, что вот прямо так идете, вот, мимо подъезда, вот, в таком виде? А, это постоянно происходит. Постоянно, малалайки по земле. Уже привыклись все. А бабки что в это время говорят? Обычно они говорят, там, вот, наркоманы, проститутки, да, что-то такое кричат. А когда тебя видят, все просто браво, бабушки, браво. Все бабульки, все в теме. Вот это наркоманка! Знатная! Образ сумасшедший, очень подходит нашему названию. Вообще, очень хочется чего-нибудь такого русского, смешного и про глубинку. Все будет. Давайте, проходите. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, я не буду вас отвлекать, наверное, да, вы знаете правила. Вот, несмеянные, нужно рассмешить за каждую улыбку, хотя бы за одну, точнее. Каждого из них получится 25 тысяч рублей. Давайте, начинаем! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Я к вам из деревни. Как вы поняли по балалайке, у нас в деревне я работаю диджеем. АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы попу лакачать, стала огород копать, Вок, веселье, вот, потеха докопалась до ореха. АПЛОДИСМЕНТЫ Эх, думала-думала, решила в нашей деревне открыть фитнес-клуб. И сейчас я хочу вам рассказать самые популярные фразы, которые легко можно услышать в нашем деревенском фитнес-клубе. Поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ Подскажите упражнение на ладони. Просто я доярка. АПЛОДИСМЕНТЫ Подожди-ка, ты же в этом вчера на свадьбе был. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, я, конечно, все понимаю, но чьи утки в бассейне? АПЛОДИСМЕНТЫ Это вело-тренажер. АПЛОДИСМЕНТЫ Тренировки по йоге временно отменяются. Преподаватель в запое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Будет дождь, будет душ. АПЛОДИСМЕНТЫ Я поставила в барай и цветы на жоры. Раньше скот за мной ходил, теперь я ухажер. АПЛОДИСМЕНТЫ Эх, село у нас вообще прогрессивное. Даже салон красоты открылся. Расскажу вам самые известные фразы из сельского салона красоты. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам висок косой делать? Или, как всем, машинкой? АПЛОДИСМЕНТЫ После того случая, кстати, интимные стрижки не делаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вам могу шелак сделать, но сначала навоз нужно отмыть. В Соляре не работает. И не виновата, что сегодня пасмурно. Пирсинг? Свинье? А, 300 рублей. Увеличение губ? Так пасека Петровича дальше по улице. Вы ведь понимаете, я и на этом не стала останавливаться. Открыла в нашей деревне настоящий ресторан. Итальянский. Только, только не удивляйтесь, если услышите там вот это. Нет, в бизнес-ланч самогон не входит. У нас же итальянский ресторан, поэтому шкварки только с макарошками. А вы столик заказывали? Плотник еще не закончил, подождите. А вот представьте себе, да, бывает жидкое мыло. Свинья? С пирсингом? Проходите. Городской к нам заезжал, сразу суши заказал. Два часа потом шеф-повара рис из плова доставал. И я пропела вам час туши про сибирское село. А теперь пора бежать, пока в тепле не развезло. Спасибо! Ну что, неплохой улов? Неплохой улов. Вообще неплохо. Да, на балалай летут на 75 тысяч. Косой просто прошла, ты посмотри. Хорошо. Как вам Маша? А можно попробовать? Конечно. Как вы играете на этом? Я вот не знаю. Маникюр испортил, ладно, все, отдавай. Это же больно. А можете еще что-нибудь сыграть? Конечно. А что сыграть? Какое-нибудь известное что-нибудь такое. Квин, знаешь? Нет. Давай. Ой, мама, кто это? Ой, мама. Не, 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 такое не знаю. Такое не знаю. Человек православный, крещённый. Откуда он знает? Ну, хотя бы там Баскова, там Киркорова, что-нибудь. Тебе объясняют. Ну, человек верующий. Ну, ладно. 75 тысяч рублей Маша. Спасибо! Поздравляем! Спасибо! Спасибо вам! Спасибо! Обалдеть! Обалдеть! Ребята, сибиряки! Я это сделала! Ну что ж, это было финальное выступление на сегодня. Саня, как распределились деньги между комиками и несмеяной? Сегодня было серьезное противостояние. Комикам удалось забрать из этого сейфа приличную сумму. А сколько заработали несмеяны? Давайте узнаем. Это было шоу «Русские не смеются». Увидимся через неделю на СТС. Конечно, пока! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Круг yet. Абрас chanting Редактор субтитров Е.М not